Неделя весенних каникул для харцизских библиотекарей традиционно становится неделей детской книги. На каникулах у ребят больше свободного времени и библиотекари рассчитывают, что детвора придет именно к ним в поисках интересного чтива. Сегодня в Центральной детской библиотеке честовали лучших читателей. Сказки и детективы, приключенческие романы и фантастика – все это любят маленькие друзья книг. Приятно заметить то, что с последние годы родители стали все чаще приводить детей за руки, так как видят, какой вред наносят компьютеры их развитию. Опять возвращаются все к чтению Барто, это именно дети дошкольного возраста, Барто, Михалков, Маршак, все эти. Ну а дети, которые уже средний и старший возраст, эти читают новых авторов, роллинг и фантастику, приключения. Харцизская Центральная детская библиотека в день обслуживает около 200 юных читателей. На пике популярности у детворы сегодня книги в жанре фэнтези. Те, кто уже пристрастился к чтению, в библиотеку приходят каждый день. Тут же разбирают девочки Винксов, мальчики черепашек, ниндзя и вот так вот. Именно современная, современная литература. Носов Успенский, Шульжик из современных, Раут, те же муфты, которые еще с тех советских времен читали. Все эти книги переизданы московскими издательствами, все новенькие, красивые, дети их с удовольствием все читают. С художественным оформлением праздника библиотеке помогла школа искусств. К неделе детской книги юные харцизские художники рисовали своих любимых литературных героев. 40 лучших работ в итоге украсили один из библиотечных залов. Я хочу сказать, что с удовольствием дети работают над этой темой. Почему? Потому что книга и художник – это замечательное содружество. Иллюстрация сама по себе – это, конечно, разновидность искусства графики. Это владение линией, это владение штрихом, это использование контраста черного и белого. И, конечно же, тонкое чувство цвета. Юные харцизские художники по-своему изобразили маленького принца Игоря Поттера, русалочку и осоль, емелю и золотую рыбку. Посмотрите, они все цветные, яркие, выразительные, сочные. Понимаете, это творческие работы. Это не то, что мы взяли и срисовали. И нельзя срисовать, потому что время идет, и то, что было вчера, сегодня не воспринимается. Это действительно так, потому что мы видим мир по-другому. У нас другие дети, они знают компьютер, они владеют ним. То есть у них большое информационное поле. Я рисовала золотую рыбку карандашами и пастелью. Я рисовала иллюстрацию книги «Алиса стране чудес». Эта сказка мне очень нравится, и вообще мне нравится читать. Когда я читаю, я делаю зарисовки, понравившиеся мне героев. И поэтому на этот конкурс я решила нарисовать чеширского кота. Рисовала я, ну, не по старой книге, а по новой уже. Там немножко другая история. Рассказывается не о самой спящей красавице, а о женщине. Которая с криками, с рогами. Неделя детской книги продлится в Центральной библиотеке Харциско до конца весенних каникул.